Первым месторождением, о котором мне бы хотелось рассказать, будет Пайсонс. А вот Гарденгалч Клиффроуд. Интереснейшее место. Объект располагается целиком в горах западного Колорадо. Мы должны были сами построить все горные серпантины и инфраструктуру для доставки полного комплекта оборудования, в том числе устьевого и бурового на вершину плоскогония. То есть, я полагаю, объект можно назвать дорогостоящим. Вот еще один обзор месторождения. На месторождении располагается 77 православных скважин, 22 куста по одному до 10 скважин на куст. Я вставил туда два слайда, потому что я никогда там не был. Мне бы хотелось туда съездить, чтобы увидеть всю эту красоту своими глазами. Вот так скважины выглядят. Этот куст имеет 10 скважин. Повторюсь, разные кусты имеют от 1 до 10 скважин. На данном слайде представлен вид месторождения. В центре тут скважины. Здесь резервуарные парки, а справа сепараторы. Немного о месте. Месторождение Pythons располагается на плато в западном Колорадо. В 2007 году мы приступили к разработке данной площадки, что оказалось положительным моментом, поскольку внедрение системы PySystems в промысловую деятельность началось в 2006 году. Таким образом, у нас есть данные за весь срок службы скважины с момента ее запуска. На 27 кустах располагаются 77 преимущественно газовых скважин. В настоящее время добыча газа, в отличие от нефти, не столь прибыльна. Они пытаются извлечь максимум из каждого доллара инвестиций. Повторюсь, вся информация о жизни скважины накоплена на нашем PyServer. Как мы начали использовать приложение Corset? Мы приняли на работу нового инженера, который перешел из компании, в которой визуализация была лучше, чем в нашей. Я полагаю, эта компания использовала индивидуально разработанные инструменты визуализации. Итак, он перешел в компанию Marathon, и ему было предложено приступить к использованию пакета MondeV Active Factory Suite. Этот пакет ему не очень понравился, поэтому мы ему показали приложение Corset. Что мы сделали с Corset? Мы направили к нему пару практикантов, которые потратили несколько дней на изучение Corset, и наш инженер сумел создать всю необходимую визуализацию в Corset за полдня. Это моя небольшая иллюстрация к тому, что было и что у нас есть сейчас. Это наш инженер Стив. Обычный Стив был вынужден работать через Citrix, вводить свой ключ VPN, переходить к MondeV Active Factory, затем снова вводить ключ VPN, чтобы перейти через Firewall для доступа к уровню скада и управления. Теперь Стиву гораздо проще работать, так как для получения всех необходимых данных в Pi System ему необходимо лишь войти в CoreSite на своем ноутбуке. Вот как выглядит его визуализация в CoreSite. Стив хотел получить все три из десяти графиков для одного конкретного куста. В данном случае мы видим куст 28С, здесь три скважины. Таким образом, на едином экране показаны все три скважины куста. Фактически Стиву нужно только три основных графика, расход, давление в НКТ и давление в межтрубном пространстве. Больше ничего не нужно. В CoreSite это очень просто. Нужно только мышкой перетащить всю нужную информацию на экран. Вы можете спросить, откуда здесь эти провалы, а не от того, что вторая скважина эксплуатируется с помощью плунжерного лифта. То есть плунжер начинает работу, а затем выходит наружу. Это приводит к резкому повышению, а потом снижению расхода. Вот почему график такой. Теперь о преимуществах использования PyCarsite. Может показаться, что выгода невелика, но это для одного оператора. По нашим данным, выгода составляет 7200 долларов в год на одного оператора из расчета сокращения времени работы на 30 минут в день. 60 долларов в час, 5 дней в неделю, 48 недель в год. Окупаемость инвестиций составит 720 процентов при небольшой стоимости лицензии CoreSite. То есть, покупая CoreSite, вы экономите 7200 долларов в год. Кажется немного, но у нас на месторождении работают сотни операторов, поэтому умножьте данный показатель на 100. Да и вообще, какая компания не заинтересована в экономии 7200 долларов. Итак, как мы досягаем этой выгоды? Данный подход ускоряет работу операторов, так как им меньше приходится сидеть в офисе, разбираясь в данных. Мы стремимся к тому, чтобы наши операторы или машинисты насосов не сидели в офисе, а как можно оперативнее выдвигались к скважине. Такой подход позволяет уменьшить число сотрудников. Кроме того, PySystem и CoreSite позволяют обращаться к исторической информации за год работы, а вон ДВ лишь за месяц. Система SCADA направлена на оперативные действия. В SCADA хранятся данные за месяц, а в PySystem за год или за весь период эксплуатации скважины.